Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме продолжается. Олег Пек, Александр Шонин. По-прежнему мы с вами. Здравствуйте, всем хорошего дня. Вот должен поделить, ну да, действительно, пару дней, ну какое-то время назад обратился к врачу со всякими проблемами со здоровьем, отправляют к специалисту, специалист отправляет на обследование. И так это смотришь, тебе говорят, или в следующем году мы можем вас там посканировать за 3 евро, или сейчас, но это будет стоить 40. И как бы ты проходишь один раз, потом врач говорит, нет, что-то вот мне показалось, вот нужно было бы еще одно обследование. И ты с ужасом понимаешь, еще, значит, 40 евро из твоего кармана исчезает просто вот для того, чтобы врач мог сравнить два обследования. И как-то это немножко напрягает. А думаешь, если у людей какие-то серьезные, например, проблемы со здоровьем, а еще, не дай бог, если какая-то вот новость про то, что три сценария развития ситуации с ковидом нынешней осенью, и в двух вариантах сценария звучит фраза «уменьшение доступности стационарных услуг». И как-то ты понимаешь, что это все не шутки, и, наверное, стоит поддержать инициативу Намана Бал Салве, где предлагают увеличить бюджет отрасли здравоохранения. Во всяком случае, все опросы общественного мнения, где спрашивают людей на эту тему, 89% участников опросов говорят, да, вообще-то стоило бы это сделать. Да, болеть не только противно, но и очень дорого. И ситуация ухудшается, и, конечно, два года ковида сделали тоже свое дело, и обострились различные болячки у людей. Сейчас проводятся различные дискуссии, в том числе среди работодателей в сфере здравоохранения, что делать, потому что прорву совершенно денег, чтобы на вот все эти компенсацию взносов пациентов от 800 миллионов до миллиарда, по большому счету, требуется из государственного бюджета. Где их взять, не совсем понятно. Возможно, вопрос прояснит наш первый сегодня гость, социолог, глава агентства СКДС Арнис Кактиньш. Доброе утро, Владимир Кактиньш. Доброе утро, доброе утро. Да, значит, проблемы, с которыми сталкивается система здравоохранения, нагрузка, которую с трудом выдерживает, и бюджет государственный, который выдерживает, какие есть пути выхода из-за сложившейся вот этой вот ситуации, из-за этих вилл? Ну, может быть, перед тем, как я переключусь на наш опрос, на наше исследование, которое было посвящено там именно отдельным специфичным аспектам, связанным с здравоохранением, Я думаю, что главный ответ на вот эти вопросы, которые вы поставили, он заключается не в финансовании системы здравоохранения и вообще с тем аспектом, но с здоровым образом жизни. То есть, да, действительно, вот вы говорили, шли к врачу, он говорит там, то исследование, это стоит, это стоит, но, по-моему, в нашей ситуации главное стараться жить таким образом, что вообще не начались разные проблемы с здоровьем, да, А то, что мы знаем тоже по разным исследованиям, на самом деле, ну, жители Латвии очень грешат, очень грешат по тем вопросам, которые связаны именно с нормальным здоровым образом жизни, да. К примеру, мы знаем, что по разным там эти сравнительные исследованиям, так можно сказать, или, ну, там, топы, да, есть некоторые, где Латвия является самой пьющей алкоголя страной на всей планете Земля. Да, мы выпиваем среднестатистически больше россиян. Вы представляете, ну, ладно, по другим топам мы там в третьем месте или четвертом месте, но это уже нюансы, да. Но всегда в десятки лидеров, да. Или, скажем, там, лишний вес и проблемы этого рода. Ну, я там живу в центре Риги, ну, вы посмотрите на людей, которые там ходят, да, там же визуально видно, да, что мы имеем проблему, да. Ну, и, конечно, ну, если люди сами не заботятся о своем здоровье, потом, конечно, ну, они будут болеть, будут страдать и будут очень много платить за это. Ну, и я думаю, что бюджет Латвии, он просто не может решить эту проблему, если люди сами не заботятся о своем здоровье. Справедливо, но, господин Картинш, при этом нельзя отрицать, что и алкоголь, его употребление повышается, и качество продуктов снижается не из-за того, что кто-то просто ленится, а из-за того, что происходит вокруг, растущая инфляция, растущая безработица, вся эта нагрузка на нервную систему, она требует какого-то вывода, не всегда социально приемлемо, и мы видим повышение, ухудшение криминогенной ситуации, и мы видим возросшие продажи алкоголя и так далее и тому подобное. Опять же, чем меньше у тебя в кармане денег, тем хуже качество продукты, но доступнее ты покупаешь. Ну, это же тоже присутствует, нельзя так сказать, ребята, вы сами виноваты, что не делаете утром зарядку. Это тут аспектом, конечно, но я надеюсь, вы согласитесь со мной, но не только, но есть и аспект, как бы личный выбор сознания, и вообще-то я сознаю, что я тоже имею какую-то ответственность, связанную с моим здоровьем. Частично, безусловно, я с вами согласен. Но какой вывод, ну, точнее, не то, что вывод, вывод понятен. А какие последствия из этого могут быть? Как быть, что делать? Какие-то специальные программы, пропаганда здорового образа жизни? Ну, как менять вот это восприятие, как менять психологию в сложившихся обстоятельствах? Ну, не знаю, это вопрос, где ответ стоит миллион евро, да, но я полагаю, что, скорее всего, ну, мы должны просто об этом говорить, и говорить, и говорить, и надеяться, что, ну, кто-то услышит, да, что, ну, может быть, не надо есть настолько много-то. Услышим, ну, надеюсь, что наши слушатели услышат, но, возможно, есть какие-то примеры из других стран, не знаю, Азии, Америки, других регионов, где были схожие проблемы и какие-то там были решения? Ну, не знаю, у меня нет ответа. Я просто сам немножко удивляюсь в таком немножко в легком шоке, ну, по отношению к нам, среднестатистического жителя Латвии, его способность понять, каким образом его личный выбор, его жизненный устой, который связан с здоровьем, вот как он, он среднестатистически является. То же самое курение, да, мы знаем, ну, насколько это вредно, да, ну, вообще там дебаты уже там не могут быть, там все установлено, да, и в то же самое время этот процент курящих в Латвии, да, он более чем огромен, да, ну, это уже связано с какими-то дефектами мышления, да, ну, каким образом на это повлиять, я не знаю, но, скорее всего, вот, мы должны говорить об этом. Ну, не связано ли это действительно с стрессом, в котором многие, ну, пребывают, живут, потому что это действительно алкоголь, сигареты, плохое качество еды как раз говорит о том, что, ну, вот люди стрессуют, они пытаются залить это алкоголем, нервно курят и таким образом. А в итоге мы имеем увеличенную нагрузку на систему здравоохранения. Да, конечно, вот, 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 люди стрессуют, из-за этого они пьют и курят, и из-за этого им портится здоровье, и оказывается, что это очень здорово, дорого, и они из-за этого стрессуют, да, и как бы опять пьют и курят, да. Ну, получается замкнутый круг, да, ну, каким образом, кто может прервать этот круг, ну, я лично считаю, что, ну, скорее всего, нет там господин Карридж, да, ну, скорее всего, ну, я должен начинать с меня лично. Вы упомянули некое исследование, которое СКДС провели недавно. Да, да, это было в мае этого года, ну, там, это было связано именно с здравоохранением, там, рассматривали там, ну, целый ряд всяких специфичных аспектов, и, ну, ну, из цели было немножко предподставить там государственную медицину и частную медицину. Ну, ладно, немножко некоторые зарисовки. Ну, первым делом, скажем, ну, сколько вообще людей заботятся о своем здоровье, то есть посещали, сколько в течение последнего года посещали некие медицинские учреждения. Оказывается, что на самом деле абсолютное большинство, 57%, утверждает, что да, они в течение последнего года посещали медицинские учреждения, причем больше, чем треть всего населения утверждает, что они посещали даже несколько раз. Ну, с другой стороны, ну, чуть меньше, чуть больше, чем каждый третий говорит, что нет, в течение последнего года я врачей не посещал. Ну, если смотреть на средние цифры, сколько разного рода услугами в течение последнего года пользовался среднестатистический житель Латвии, мы получаем примерно 3,2 услуги. И это меньше, чем было в 2018 году, это до ковида, когда этот показатель был 3,6. То есть, то, что мы видим, мы видим, что, скорее всего, ковид тут является фактором, так как все-таки все эти ограничения и очереди там у врачей, и так далее, перегрузки врачей, что показывает, что, ну, похоже, что во время ковида жители Латвии чуть реже посещали врачей, посещали медицинские учреждения. Я полагаю, что, скорее всего, это тоже должно как-то повлиять на здоровье, потому что я полагаю, что люди не ходят на медицинские учреждения и к врачам, чтобы развлечься. Скорее всего, они все-таки ходят по нужде. Ну, и это, конечно, ну, я бы сказал, ну, может быть, мы можем предположить, что люди стали более здоровыми, да, что вряд ли является правдой. Ну, так что я бы сказал, что это является таким довольно печальным показателем. Что и что? Что является главными причинами, почему люди ходят в те учреждения, где они ходят? И тут мы знаем, что мы можем разделить. У нас есть, как бы, государственная медицина, есть частная медицина, частные учреждения. Так, наш опрос показывает, что, ну, как бы, первым фактором, почему ты пошел именно туда, потому что в абсолютном множестве ситуаций все-таки мы имеем выбор, и довольно широкий выбор, да, ну, может быть, это неудивительно, примерно, полагмин утверждает, что они, ну, пошли, потому что их туда послали. То есть рекомендации или направления семейного врача или какого-то другого медицинского работника, что является, как бы, ну, логично ожидаемо. Ну, а потом уже становится более интересно, потому что оказывается, что очень важным фактором является личный опыт. Это то, что я знаю, что это за место, я уверен, что там мне нравится, там хорошее качество, я хочу там вернуться. Ну, то, что там, это место легко доступно, там, 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 там есть парковка, там это близко, я не должен много времени потратить, чтобы туда попасть. Также короткое время ожидания приема, широкие возможности диагностики, то, что нравится атмосфера, окружающая среда, нравится персонал, регистратура. То есть то, что мы видим, мы видим такие, ну, софт-факторы сервиса. И оказывается, что на самом деле этот сервис для жителей Латвии является, я бы сказал, очень и очень важным фактором. И это, ну, я бы сказал, все-таки что-то очень важное свидетельствует, я бы сказал, о нашем благосостоянии и так далее. Но если мы очень высоко оцениваем именно сервис этих мест медицинских услуг. И что очень интересно, если сравнить, что является фактором, почему люди пошли на те учреждения, которые являются государственными, и почему они пошли на те учреждения, которые являются частными, то оказывается, что частные учреждения, они выигрывают по этим софт-факторам или факторам сервиса. То есть люди чаще говорят, что я пошел на данные учреждения, потому что мне там нравится, там хорошо, там нет очереди, там очень приятный персонал и так далее, и так далее. Они часто это говорят о частных учреждениях. Чаще, если они пошли на государственные, то государственные выигрывают. Ну что, там, врач или семянный врач послал, или, ну, повторный визит, ну, также там, может быть, немножко ниже цены. Но, ну, что может быть ожидаемо, логично, но эти софт-факторы, сервис, наши респонденты все-таки упоминали тоже, называли, но реже, чем по сравнению с частными заведениями. Насколько получается, что разница между частными и государственными заведениями, в принципе, не такая уж большая, если мы говорим о цене, то есть стоимость услуг не является... Определяющим фактором, получается. Да, мы можем так говорить, потому что мы знаем, что эта стоимость услуг не очень-то отличается. Ну, конечно, мы должны различать, что есть, ну, эти квоты и услуги, которые оплачены государством, где, как я понимаю, мы должны платить это только пациенту Лидс Максариумс. И что тоже показывал наш опрос, и это очень-очень важно. Мы знаем, что эти государством оплаченные услуги, они предоставляют и частные учреждения. И наш опрос показывает, что на самом деле жители Латвии это очень высоко ценят. Они хотят идти на частные учреждения, чтобы получить эти государством оплаченные услуги. Ну, если говорить о том, как вообще житель Латвии считает, кто лучше, частные или государственные, то тут картина очень интересная. Ну, к сожалению, я вам не могу показать тут картинку с графиком. Мы видим, что на вопрос, кто лучше, люди говорят, лучше частные или нет различия. Очень редко жители Латвии говорят, что лучше являются государственные медицинские учреждения. Тоже такие бывают, но это абсолютное меньшинство. Ну, если пройдясь именно по цифрам, то есть если смотреть на параметры, я тут постараюсь найти, то есть, ну, скажем, качество медицинских услуг в целом, то 35%, это чуть больше каждого третьего, считает, что частные учреждения все-таки являются лучше. Вообще, если говорить по качеству, 44% говорят, что они считают, что нет разницы, и всего лишь 7% считают, что, скорее всего, государственные учреждения будут лучше. То есть мы видим, или частные лучше, или нет разницы. На самом деле, очень многие считают, что там нет разницы, что тоже может быть очень понятно, потому что знаем, что, ну, все-таки количество врачей, специалистов, оно в Латвии очень ограничено, и в очень многих случаях на самом деле вы можете постричать одних и тех же врачей, как в частных, так и государственных клиниках и учреждениях. Интересно. Да, очень интересные данные исследования. Главный вывод все равно, если ты не болеешь, тебе не нужно лечиться, соответственно, вплатить деньги. Бросать, курить, вставать на лыжи. Совершенно верно. Именно, стараться не болеть, и чтобы не болеть, ну, стараться, ну, жить нормальной, здоровой жизнью. И отказываться от различных... Есть там, 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 всякую не ерунду. Никто не употреблять слишком много алкоголя и так далее, и так далее. Это как бы, ну, элементарная азбука. Так оно и есть. Огромное спасибо. Мы говорим Арнису Кактеншу, социологу, главу Агентства СКДС, за то, что нашел время принять участие в нашем эфире и поделиться данными этого интересного исследования. Действительно любопытные выводы можно для себя сделать. Еще раз большое спасибо и хорошего дня. Вашего вам дня. И не болейте.